Беларусь вновь стала площадкой для Минского диалога. Ведущие мировые эксперты собрались, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе. Нашу страну называют оптимальным местом для такой встречи. Репутацию ответственного игрока в международной политике и нейтральной площадке для оппонентов Беларусь заслужила в том числе из-за позиций по украинскому конфликту. А Минск, по мнению аналитиков, может стать второй Женевой. Почему, рассуждает Наталья Бреус. Эксперты приехали в Минск из 30 государств. Среди них представители стран СНГ, США и Германии. Это строго назвали международной конференцией, больше было похоже на мозговой штурм. В центре обсуждения аналитиков и политологов безопасность в регионе. И свежий взгляд на замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Эдакая неправительственная дипломатия в действии, когда экспертное сообщество сближает политиков. Беларусь сегодня одна из немногих стран региона, которая способна собирать экспертов или представителей правительств абсолютно всех стран, вне зависимости от тех противоречий, которые между этими странами есть. В этом наша добавленная стоимость. Только сюда готовы приезжать абсолютно все. И мы должны этим пользоваться, потому что в какой-то степени даже, как бы пафосно это ни звучало, это ответственность перед регионом, чтобы снижать это напряжение, которое, конечно, никого не радует. Конфликты по советскому пространству – отдельная тема в истории на переломе веков. Беспорядки сотрясали Грузию, Армения и Азербайджан столкнулись лбами, противоречия всколухнули Молдову. Обострение обстановки в Украине показало, каким зыбким может быть мир и спокойствие в регионе. Стреляют уже под боком. Пока ситуация находится в фазе приостановленной активности, но в перспективе и она может превратиться в очередной замороженный конфликт. Беларусь выглядит очень прилично на таком фоне. Однородность белорусского общества, скажем так, меньше градус политической температуры по сравнению и с Украиной, и даже, может быть, с Россией. Плюс вот эта жесткая политическая модель, они, видимо, обеспечили определенную стабильность в течение последних 20 лет. В Украине очень благодарны руководству Беларуси за то, что в Минске возникла переговорная площадка, идет переговорный процесс. Он идет очень сложно, противоречиво, но он идет. И то, что Беларусь здесь сыграла свою важную роль, и в первых минских договоренностях, и во-вторых, это несомненно. Вообще, эксперты отмечают, что роль Беларуси в большой геополитике уже совсем другая, нежели пару лет назад. Новый имидж позволит Минску стать второй Женевой, центром международного диалога. Беларусь маленькая, маленькая страна, но вы должны, и можно играть роль именно как нейтральная страна, и пригласить сюда украинские дипломаты, российские дипломаты, посидеть здесь, обсуждать ваши проблемы. Вот это ваша роль. И тоже вместе с Балтийской страной, вы можете, когда есть натовская проблема, можно здесь обсуждать спокойно эти вопросы, как, конечно, Женеве. Это, может быть, Минск будет новой Женеве. Новый этап намечается, по мнению аналитиков, в белорусско-американских отношениях. Медленно, но верно идет диалог. Уже в ближайшее время к нам прибудет экономическая делегация из Штатов, баланс интересов на Востоке и Западе, и этим принципом руководствуется официальный Минск во внешней политике. Я надеюсь, в ближайшее время, к концу февраля, мы вернемся к вопросу отмены санкций. Полагаю, между Минском и Брюсселем будет достигнута договоренность. У нас есть перспективы продолжить конструктивный диалог. Наше сотрудничество в сфере экономики никогда не прекращалось, но, к сожалению, его интенсивность несколько снизилась. Хотелось бы видеть больше рост, потенциал есть у обеих сторон, но, увы, он не реализуется в полной мере. Хотя мы бы этого хотели. Акцент на мирной политике сделал и Александр Лукашенко, вступая в должность президента, назвав мир и порядок главной ценностью. Ведь только в такой спокойной ситуации можно рассчитывать на развитие страны и прогресс в экономике.